Всем доброго времени суток! У нас сегодня 4 июня. Это Беларусь, Гродненская область и моя тепличка. Меня спрашивают, почему не снимаю видео, потому что сейчас особо то нечего показывать. Вот еще здесь у меня цитрум варигатный плодик. Цитрусы цвели, позавязывали завязи, но они еще маленькие, еще будут опадания, так что там что-то говорить сейчас еще рано. Кое-где такие покрупнее. Есть, конечно, и небольшой хлороз на цитрусах. Геала постоянно цветет, завязывает, поэтому плоды у нее круглый год. Мы уже много снимали. Следующая порция мелороза еще у меня дозревает. Очень много завязей было на Кабалена, но он постоянно сбрасывает, опять цветет. Еще вот плодик один есть, закрашенный. Белараде много завязала, но в прошлый раз в плодах было очень маленькое, малое количество семян. Каникулята де Палерма тоже много плодиков позавязывала. Это рубина, тоже есть плодики. Баригатный не завязал у меня микроцитрус, но жемчужина тропического леса, вот позавязывала плодики. Здесь вот помыла Валентина, плодики есть. Есть плодики на куну. Очень понравился мне этот мандарин. Бергамот тоже плодик завязала. Пока еще говорить, что это будет вызреть плод еще рано, потому что еще может позабрасывать. Лайн кафрский тоже с плодиками. Здесь и мандаринки есть, плодики. И каракара варигатный тоже позавязывала. Много плодиков ставила только один. На некоторых вот тадекапан варигатный такие вот приросты. Он в этом году очень хорошо плодоносил. В этом году пока еще не твел. Пускай подрастает. Здесь вот начинает цвести маригатная маргарита. Это что-то из суншио. Много цветет этот мой лимон-цитрон, но очень много избрасывает он завязи. Так вот у меня подросла, обросла вернее папайя. Уже там видно, а нет, вот даже засыхают. Хотела бы сказать, что видно цветы, а они что-то начали засыхать. Но мы ее не пересадили, не было горшка. Ее нужно увеличивать, наверное, горшок. Ивасаки в этом году у нас петляет. Ничего не завязал. Сейчас уже вечер, буду поливать. Кофе вот такое все вялое. Хоть и горшок мы увеличили ему. Но надо большую, наверное, катку покупать для него. Может, все взрывают ягодки. Здесь у меня инжиры, панч, которые у меня и всю зиму были в этой теплице. Поэтому это не в рыба. Это уже плоды основного урожая. Здесь вот тоже немножко старые листья. Может, не старые, просто которые вверху подгоряют. Но плодов тоже очень много. Это поздний сорт. И я надеюсь на хороший урожай. Панч тоже, в принципе, хорошо позавязывал. И я уверена, что в этом году он созреет. Там у меня прививочки. Мы пошли в рост. Скоро будут в продаже, как подрастут. Ну, вот как-то так. В теплице, которая нижняя теплица, в грунте там тоже есть плоды. Апельсин, который у меня пересортится, который я очень люблю. Хорошо завязала в этом году плотики. И миогава тоже хорошо завязала. Ну вот, и все на этом. Еще вот олива. У кого есть олива, немножко покажу. Вот, видите, она завязывает вот такие мелкие плоды. И плоды вот есть покрупнее. Плодик один крупнее, а вот покрупнее плодики. Вот эти, которые покрупнее, они опыленные. Вот эти мелкие, они осыпаются потом со временем, они не опыленные. У меня две оливы, вот еще одна. Ну, они у меня цветут по очереди. В прошлом году вот эта цвела, в этом году вот эта цветет. И вот такая вот получается несуразица. Нет перекрестное опыление, а лилий нужно, чтобы было перекрестное опыление. Разрастается моя маракуйя. Уже есть бутон, уже пару даже цвели. Будем надеяться, что будет завязи. Ну, здесь еще вот декапанчики висят. Вот у меня гава тоже с плодиками. А это апельсин с плодиками. Тейфуат цвела, но не очень так обильно. И вот было много вот таких вот завязей, но они осыпаются. Как бы цвел один сорт. Перепыления перекрестного не было. Сейчас вот бутончики вижу на другом сорте. Но на этом нету пока так ситуации. Всем спасибо за внимание. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.